Добрый день! В эфире Илья Вунг Тиви. У нас в гостях политолог, доктор исторических наук, профессор Тамара Семеновна Гузенкова. Добрый день, Тамара Семеновна! Здравствуйте! Спасибо, что приняли наше приглашение, пришли в нашу студию. Тамара Семеновна, на ваш взгляд, каким будет миропорядок в 2022 году? Какие тенденции в мировой политике вы видите? 2022 год уже совсем не за горами, совсем немного осталось времени до Нового года. Мы буквально уже одной ногой стоим в 2022 году. А то, что касается определенных тенденций и условий, которые складываются, хорошо или плохо мы будем с вами жить в следующем году, это в значительной степени диктуется теми обстоятельствами, в которых мы сейчас с вами живем. Я имею в виду прежде всего пандемию коронавируса, которая подкосила буквально весь мир. И в этом отношении серьезные аналитические центры, которые занимаются изучением экономической конъюнктуры мировой, политическими процессами, все-таки считают, что 2022 год и его более или менее динамическое развитие в значительной степени зависит от того, как те или иные страны справятся с пандемией и насколько быстро они преодолеют эту вирусную инфекцию. Вы знаете, когда была первая-вторая волна коронавируса во всем мире, это фактически уже пандемия, она распространилась на весь мир, существовало даже такое негласное соревнование между государствами, кто раньше и эффективнее справится в пандемии. И было такое даже негласное мнение, что страна, которая наиболее успешно преодолеет эту проблему, окажется и мировым лидером по многим другим вопросам. И, конечно, это был очень серьезный стимул для того, чтобы бороться с пандемией, но, вы знаете, все-таки многие страны оказались в очень тяжелом положении. И вот я просматривала некоторые расклады и выводы Евразийского банка развития, который очень внимательно следит за ситуацией в Евразийском экономическом союзе, там прямо черным по белому написано, что 2022 год в значительной степени зависит от того, как будет развиваться ситуация с коронавирусом и насколько она будет преодолена. Потому что она ведь в значительной степени связана и с потоками людей, в том числе трудовыми мигрантами. Она связана с проблемой локдауна, со снижением экономической активности людей, со снижением образовательного, так сказать, процесса. В частности, как предполагают, как считают, что пандемия очень сильно отразилась на образовательной сфере, и в Европе даже предпринимаются специальные меры для помощи образовательной системе. И, конечно, она сказывается на тех отраслях и сегментах экономики, которые связаны с передвижением людей. Это, прежде всего, туристическая индустрия, которая в современных условиях, по сути дела, для многих стран является драйвером экономики, сейчас находится в стадии, так сказать, очень серьезной стагнации. Поэтому очень многие вещи в самом ближайшем будущем будут зависеть от этого. Ну, в конце концов, все человечество, наверное, переболеет, или большая часть людей переболеет, и будет приобретен коллективный иммунитет, который, так сказать, все поставит на свои места. Но, вы знаете, мы сейчас живем в такой степени неопределенности, что мы буквально не знаем, не ждет ли нас за следующей горой новая инфекция, и как мы будем с ней справляться. Ну, я думаю, что мы сейчас не будем с вами говорить о грустном в этом смысле. Я надеюсь, что все-таки человечество коллективно справится со всем этим делом. Но, тем не менее, ситуация не трагическая складывается. Более того, некоторые страны и некоторые экономики все-таки более или менее удалось удержаться в хороших темпах развития экономики. И среди стран-членов Евразийского экономического союза Армения находится в очень неплохих позициях. Ей удалось в 2021 году нарастить рост ВВП на очень такие значимые цифры. В этом аналитическом центре Евразийском банке развития указывается более 4%, 4,8%, а это очень значительный показатель в условиях мирового экономического кризиса и во многих отраслях рецессивных процессах. И на 2022 год в целом предполагается, что эти динамические тенденции позитивные тоже будут сохраняться. Но, конечно, для этого нужно прикладывать усилия, нужно минимизировать риски и нужно адекватно оценивать ситуацию для того, чтобы некоторые угрозы блокировать и не давать им разрастаться какие-то серьезные проблемы. А в целом, конечно, в 2022 году мир будет неспокойным. Так же, как это было и в 2021 году, и в 2020 году, и в самое последнее время. Дело в том, что мы сейчас с вами находимся, к сожалению, это уже довольно давно мы наблюдаем, мы находимся в стадии такого геополитического перехода, очень серьезного геополитического перехода. Он связан с тем, что одни государства начинают сдавать свои позиции и уходить, если не на, так сказать, вторые и третьи роли, но, по крайней мере, они в значительной степени поступаются со своими лидерскими позициями, а другие страны и группы стран, наоборот, выходят на более высокие позиции. И вот состояние этого перехода, обмена потенциалом и ресурсами политическими, геополитическими, они, конечно, связаны с очень серьезными пертрубациями. Что я имею в виду конкретно? Ну, то, что Соединенные Штаты Америки сейчас крайне озабочены возвышением Китая и, по сути дела, открывают антикитайскую фронтальную кампанию, пытаясь остановить этого гиганта в ее наступлении в экономическом плане и, так сказать, в плане занятия более серьезных таких геополитических позиций. И, как это ни горько и ни обидно, но и Россия тоже воспринимается на Западе как стратегический противник, против которого, или, по крайней мере, соперник, против которого предпринимаются тоже определенные меры, которые, ну, не способствуют, конечно, хорошему настроению и нашему политическому правящему классу, и которые затрудняют, в том числе, и экономическое взаимодействие. Но о чем здесь можно говорить? Это, прежде всего, санкции, да? Санкции, которые продолжаются уже в течение долгого времени, и проблема состоит в том, что Запад не хочет отказаться от этого механизма воздействия. А так как эти санкционные меры оказались гораздо менее эффективными, чем надеялись, как бы, инициаторы этих санкций, им все время приходится, как бы, подкручивать эти гайки, все время приходится, как бы, ужесточать эти условия, да? Пролонгировать санкции, ужесточать эти санкции, распространять на большее количество людей и отраслей. И, конечно, это очень серьезная проблема, связанная и с тем, что у России есть свои союзники, есть свои экономические партнеры, которые тоже волей или неволей оказываются, так сказать, вот в этом кольце ограничений, которые имеет Россия. Это непростая, как говорится, история, и 22-й год пока мы не видим, что в 22-м году в этом смысле ситуация радикально изменится. И, конечно, очень серьезный вопрос и на 22-й год, и на более отдаленное время. Это вопрос, связанный с разрешением каких-то определенных противоречий и конфликтов исключительно политическим, дипломатическим путем, а не путем военного столкновения и какого-то жесткого противостояния. Это аксиома, которая, к сожалению, в мире у нас нет соблюдается, и это та проблема, над которой нужно очень серьезно работать, потому что блокировка свободной экономической деятельности, какие-то инфраструктурные проблемы, которые могут испытывать страны, они, конечно, в современных условиях совершенно неприемлемы. Поэтому 22-й год, наверное, мы с вами не будем входить в число таких уже радикальных пессимистов и, так сказать, предвидеть какой-то конец света. Это не для нас, это для астрологов, для гадалок и так далее. Мир будет продолжать существовать, и мы будем надеяться, что без каких-то катастрофических потрясений и все-таки некоторые показатели 21-го года дают основание надеяться, что 22-й год мы проживем с более хорошими показателями экономическими, культурными, миграционными, и это будет год, так сказать, где скажутся те накопленные позитивные тенденции, которые мы наблюдаем в 21-м году. Вот вы коснулись темы евразийской интеграции в рамках Евразийского экономического союза. Как вам видится, в ближайшем будущем будет ли этот союз расширяться и будет ли он лишь на основе экономической интеграции, либо там также будет цивилизационная какая-то составляющая, которая тоже войдет в этот союз? Ну, Евразийский экономический союз действует, и он показал очень неплохие результаты за последние годы, несмотря на проблемы, связанные с локдауном. И в этом смысле Евразийский союз является открытой интеграционной системой. Туда могут входить и другие члены, это не закрытый клуб. И мы, например, знаем, что сейчас этот союз насчитывает пять полноправных членов и трех наблюдателей, которые в потенциале могут войти в этот союз, а могут и остаться наблюдателями. Поэтому это выбор каждой конкретной страны. Во всяком случае, какой-то определенный шорт-лист по этому поводу существует, и есть претенденты, которые могли бы стать в недалеком будущим членами организации этого объединения. А то, что касается проблем и вопросов, связанных с, как вы сказали, с цивилизационными, культурными и политическими аспектами. Вы знаете, изначально Евразийский экономический союз, он и называется экономический. Он, конечно, позиционировался и создавался и планировался как экономическая структура для того, чтобы обеспечить свободное передвижение товаров, услуг, людей и капиталов. И в этом смысле за это время ничего не изменилось. Но здесь есть одно очень серьезное, позитивное «но». потому что те страны, которые входят в Евразийский экономический союз, являются носителями таких разнообразных цивилизационных начал. Это и такие христианские по своей исторической культуре страны, и исламские. Это страны, которые находятся и в Европе, и в Азии. И поэтому этим странам и представителям этих стран ничего не мешает реализовывать и цивилизационные какие-то интересы и программы, которые вместе с развитием этого Евразийского экономического союза будут развиваться, может быть, за его рамками, но с учетом более тесных взаимодействий с этими странами. Я считаю, что на повестке дня может стоять укрепление и развитие образовательной системы. Вот то, чего нам не хватает, во-первых, повышение образовательного качества образования и до известной степени, если не унификация, конечно, унифицировать образование нет в этом необходимости, но чтобы сближались стандарты, чтобы специалисты в различных странах могли быть в одинаковой мере профессионализированы в разных сферах. Вы получаете образование в Киргизии или в Киргизстане, вы получаете в Армении образование, но так как вы являетесь членами Евразийского экономического союза, вы можете быть такими же специалистами и экспертами в других странах. Это может быть общий диплом, который признается в странах Евразии. Это может быть двойной диплом, хотя законодательство в образовательной сфере достаточно прописано и в рамках Содружества независимых государств, но могут быть какие-то определенные преобразования в этом смысле и процессы в рамках Евразийского экономического союза. Поэтому ничего не закрыто. Есть определенные функции, которые несет в себе Евразийский экономический союз. И этих функций, наверное, сейчас достаточно. Он прожил и проработал еще пока семь лет, причем в крайне неблагоприятных условиях. Просто кризис за кризисом различного характера. Поэтому он должен укрепиться. Там должны в полной мере заработать общие стандарты и общие требования. И это укрепленное общее экономическое пространство, конечно, будет и диктовать свои условия и формировать новые потребности. Формировать новые потребности в сфере культуры, в сфере образования, да может быть даже и в сфере политики. Но я считаю, что торпедировать эти вопросы, искусственно нажимать на что-то едва ли следует. Потому что все должны освоиться в этой нише. Все страны. Они должны почувствовать себя свободно. Они должны обнаружить, найти возможности для маневра, экономического маневра. И потом многие вещи просто будут в качестве надстройки, да, возникать вокруг этого союза. И вполне-вполне возможно, что появится новое качество не только в сфере экономики, но и в других сферах. Вот сейчас отмечается, что страны и народы, они объединяются на основе цивилизационной какой-то общности. Это и западная цивилизация, и вот Турция много говорит, да, о каких-то своих неоосманских таких вот движениях. В связи с этим возникает вопрос, вот идея русского мира, вот будет ли она в дальнейшем как-то, есть ли в России вот такая тенденция, чтобы именно укрепить вот эту вот идею русского мира. И вот вопрос непризнанных государств, которые тяготеют к России. Как он будет решаться? Вот, например, вопрос Карабаха, который тяготеет к России. Это очень сложная, очень болезненная тема. Вот мне сегодня уже приходилось на лекции говорить о том, что Карабахская проблема это такой старый неурегулированный конфликт, еще до конца неурегулированный. И поэтому надеяться на какое-то мгновенное по щелчку решение этой проблемы, тут едва ли приходится. Это сложный процесс политического, дипломатического переговоров, определенные соглашения, нахождение определенного баланса сил. Это ювелирная работа для очень многих и многих людей, которые заняты в своих сферах. Сферы политики, дипломатии, экономики и инфраструктурных каких-то вопросов. Но, вы знаете, тем не менее, это не безысходная тема. Все равно тема непризнанных государств или квази-государств, как иногда говорят, она все равно приходит к своему решению. Потому что мы видим это на нашей уже постсоветской практике. Вопрос, связанный с Южной Осетией и Абхазией, тоже, так сказать, как бы не имел своего решения. Но сложились так обстоятельства, что эти страны получили пусть такую неполную, частичную, но все-таки признание. Появилась в Косово новая республика, которая оказалась, если не модельным вариантом, но которая, в общем, открыла какие-то новые возможности и для других территорий примерно такого же статуса. Поэтому ничто неизменно, ничто не может продолжаться вечно. Все равно те или иные спорные проблемы решаются. Я думаю, что и проблема с Карабахом тоже найдет свое решение. Найдет. Рано или поздно найдет свое решение. А то, что касается цивилизационной общности и русского мира, это важная очень тема, но я бы хотела обратить внимание, что цивилизационная общность – это некая, так сказать, субстанция, некое явление, которое формируется столетиями, даже тысячелетиями. Потому что цивилизация не может появиться мгновенно и распасться в одну секунду. Все равно цивилизационная культурно-историческая общность существует до настоящего времени, несмотря на то, что и Российская империя и в виде царской России, и в виде Советского Союза она уже практически распалась. И мы имеем прямо целый венок, целую плеяду независимых государств. Поэтому цивилизационная общность в трансформированном виде все равно так или иначе продолжает сохраняться. А вот то, что вы сказали о категории русского мира, ну, знаете, само это понятие – русский мир – это в определенной мере и широкая философская категория. Русский мир – там, где вообще находится, в любой точке мира, где находится русский язык, русские люди, куда проникает русская культура, русская цивилизация в том или ином виде. Все можно назвать русским миром, с одной стороны. А с другой стороны, понятие «русский мир» имеет более узкое значение. Это означает такой политический инструмент в рамках политики мягкой силы, то есть инструмент в рамках политики русского мира, мягкой силы русский мир, да, так как институт Гёте, да, который продвигает германские, немецкие ценности по всему миру, как институт, а по сути дела такая крупная культурно-цивилизационная акция, да, распространение китайского цивилизационного начала, да, и в том числе в качестве китайского языка. Это вот примерно такого уровня инструментарий. И в этом смысле, конечно же, этот инструмент не просто имеет право на существование, равноправное существование с другими, так сказать, я уже не говорю о цивилизационной роли такой вестенизированной, вестернизированной, да, англосаксонской мягкой силы, да, Великобритании, американской и так далее, имеет право на существование и расширение, так сказать, сфер своего приложения вот этот инструмент русского мира, появление каких-то определенных дополнительных структур, да, русского мира в различных странах. И я считаю, что приоритетом здесь, конечно, должны быть страны СНГ. Культурные интервенции в хорошем смысле этого слова связаны с поддержанием интереса к русской культуре. Вот в Ереване существует прекрасный, прекрасный уголок русской культуры, это дом русской книги, который, так сказать, вот является как бы носителем вот этой идеи русского мира, да, в такой очень тонкой, очень такой цивилизованной, и я бы даже сказала, интеллектуально рафинированной форме, да, с очень хорошими книгами, дизайном, с очень интересными мероприятиями, которые там проводятся. Поэтому русский мир, он может по-разному интерпретироваться и находить свое выражение в разных странах, и если этот народ и эта страна любит Россию, да, относится с симпатией и с любовью к русской культуре, то и русский мир здесь будет находить свои самые лучшие, самые красивые формы воплощения. Россия и Беларусь подписали соглашение недавно об углублении интеграции в рамках союзного государства. На Ваш взгляд, есть ли предпосылки о вливании новых стран в союзное государство, таких как Армения, потому что, как Вы знаете, в Армении есть движение, которое выступает как раз за вступление в союзное государство. Ну, Вы знаете, само название этого государственного политического образования называется «Союзное государство России и Белоруссии». Как бы третьего члена этого образования не прописано в тех учредительных документах, которые существуют по этому поводу. Это союзное государство двух политических субъектов России и Белоруссии. Но, Вы знаете, эта инициатива армянской общественности свидетельствует о том, что интерес к этому интеграционному, это тоже интеграционное объединение, интерес к этому интеграционному объединению не угасает. Что он рано, время от времени, так сказать, наоборот усиливается. И есть какие-то общественные политические силы, которые проявляют к нему, по сути дела, такой достаточно существенный интерес. И мне кажется, что это должно в определенной мере льстить союзному государству, что они как бы не на двоих его, так сказать, сейчас реализуют, а что здесь появляются некие другие заинтересованные силы, которые хотят изучить опыт союзного государства, посмотреть вообще, как он работает. Можно ли вписаться в качестве какого-нибудь, так сказать, ну, может быть, наблюдателя, может быть, какого-то ассоциированного члена для того, чтобы можно было сотрудничать на этом поле. Может быть, это подвигнет союзное государство работать не только как бы в связке двух государств, а предложить к сотрудничеству других, так сказать, субъектов экономических, хозяйственной деятельности. Это вопрос для обсуждения. Но так как это общественная инициатива, то она и должна продвигаться, развиваться с помощью общественных рычагов и инструментов влияния, когда общественность в рамках своей компетенции, в рамках своей миссии, может каким-то образом изучить этот вопрос и узнать вообще, как и что можно использовать из опыта этого союзного государства. Поэтому флаг в руки той организации, которая предпринимает эти попытки. Это очень интересно. И я хочу сказать еще одно. Здесь есть одна лакмусовая бумажка. Она очень важна, эта лакмусовая бумажка, которая заключается в следующем. Вот если этой инициативой заинтересуется молодежь, это означает, что эта структура и что эта инициатива будет иметь, как бы это сказать, потенциал для развития и для продвижения. Вот это нужно знать. Значит, а это что означает? Это означает, что этой инициативой нужно заинтересовать молодежь. И нужно знать, с помощью чего заинтересовать. С помощью каких-то карьерных возможностей, с помощью реализации личностных планов, с помощью реализации творческих каких-то наработок, которые не только деньги, не только заработок, но еще и это тоже. И если эта площадка будет предоставлять эти возможности, то и молодежное крыло армянского общества может поддержать эту инициативу. Тамара Семеновна, большое спасибо за интересный интервью. И вам спасибо, что пригласили. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова